Сегодняшний суп очень любим корейцами, потому что едят его традиционно на таком празднике, как день рождения. И как вы поняли уже из названия, готовим мы сегодня суп из морской капусты Mijokuk. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале FoodCorn. Mijokuk это суп, который обычно готовят в Корее для женщин, только что родивших ребенка, ввиду того, что он очень полезен и богат йодом, кальцием, железом и другими ценными микроэлементами. Но эта традиция уходит корнями в древность. Раньше пучок морской капусты обычно клали беременной женщине под подушку примерно за неделю до родов. И уже после рождения ребенка из этих морских водорослей варили суп. Поэтому и по сегодняшний день Mijokuk в корейской культуре неразрывно связан с рождением детей и является обязательным блюдом на днях рождениях. Ну а спонсор сегодняшнего видео мой телеграм-канал. Друзья, если вы хотите больше контента, то подписывайтесь. Там вас ждут каждодневные публикации, мои личные советы по дарамам. Там же я рассказываю про корейские праздники и традиции. Ну и еще много чего интересного. Ссылочка будет в описании под роликом. На экране, как обычно, представлены все необходимые ингредиенты. Можете поставить видео на паузу, сделать скриншот и идти в магазин. Также этот список есть в описании под видео. Итак, начнем с главного ингредиента. С морской капусты. Я взял сухую. Она обычно продается в больших пачках большими кусками. Но бывает и небольшая фасовка по 20 грамм. Кладем ее в глубокую емкость и заливаем слегка теплой водой. Даем ей постоять так минут 20-30. Далее займемся говядиной. Стараемся нарезать ее на небольшие и не сильно толстые кусочки. Далее перекладываем ее в глубокую миску. Щепотку черного молотого перца. Добавляем столовую ложку соевого соуса. И тоже даем ей постоять помариноваться минут 20-30. Друзья, мясо мариновать не обязательно. Можете просто нарезать и сразу начинать жарить. Но лично я мариную. На мой взгляд, так получается вкуснее. Пока мейок и мясо настаиваются, давайте подготовим остальные ингредиенты. Чеснок измельчаем чеснокодавкой. Либо с помощью ножа. Зеленый лук мелко шинкуем. Добавлять его будем в готовое блюдо и по желанию. Итак, время вышло. Наша капуста разбухла и увеличилась по размеру примерно в 3 раза. Теперь нам надо ее промыть и хорошенько отжать. Далее нарезать на небольшие кусочки. Ну а теперь приступим к самой готовке. Разогреваем сковороду, либо кастрюлю. Добавляем 2 столовые ложки кунжутного масла. И выкладываем жариться говядину. Если у вас нет кунжутного масла, то добавьте обычного подсолнечного. Жарим на сильном огне буквально пару минут. Как только говядина поменяет цвет, добавляйте морскую капусту. Жарим так 3 минуты, регулярно помешивая. И добавляем чеснок. Жарим еще пару минут. И теперь вливаем в воду. Примерно 1,5 литра. Ждем, когда закипит. Как только суп начнет бурлить, добавьте 1 чайную ложку приправы до щеда со вкусом анчоусов. Либо столовую ложку рыбного соуса. Если у вас нет этих ингредиентов, ничего страшного. Можно варить и просто на воде. Просто посолите по вкусу. Варим так 15-20 минут и все, готово. Украсьте суп зеленым луком и кунжутными семечками. Подавайте на стол горячим, вместе с рисом и другими корейскими закусками. Приятного аппетита! Как видите, друзья, суп очень простой. Обязательно попробуйте. Меокук не обязательно готовить только на дни рождения. Можете готовить его регулярно. Ведь суп полезный, диетический и очень вкусный. Надеюсь, видео вам понравилось. Если да, то поставьте лайк и обязательно гляньте другие мои видео. Уверен, вы найдете много интересных для себя рецептов. А если не хотите пропустить мои новые ролики, то подпишитесь на канал и нажмите в колокольчик. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok